Друзья, здравствуйте! Позади 2 августа, день рождения, сегодня третий. Значит, когда исполнилось 74 года, захотелось обглянуться по поводу больше, чем достаточно. Смотрите, вот это я подготовил, это у меня будет лекция 298, вот, и мне вдруг присылает вот такую информацию, меня это задело за живое, мне кажется, я маленько знаю, о чем пойдет речь, о чем разбираться. Надо бы не только мне, но и всем. Так, проверил, идет запись, кажется, идет. Итак, в мастер-хозе заявили о необходимости создания в Российской Федерации 18 тысяч агроклассов, вот. Как считают ведомства, акцент должен был сделан на сельскую школу. Итак, этому будет продление, закончил 10 или 11 классов, и это не все. Для учащихся в вузах, так, вот, увеличивается стипендия. Для участия в колледже и техникум, стипендия, первая стипендия, мне вот эта убила в 4-х, аж до 6-ти тысяч. А какая разница? Это же, как говорят математики, исчезающая малая величина. Полис техникум 4 тысячи. Вот, и так, значит, агроклассы. А что такое агроклассы? Вот, тут совершенно непонятно, почему. Если это 12-13 пойдет класс, это одно. Но, если это в пределах 11-летки, то это совсем другое, непонятно. Но, тем не менее, что бы у нас ни делать, что она все делает, по принципу, как бы, все не так, на мой взгляд. Ну, посадите сами. Вот она, вот она, учащийся, не шучу, вузов. Вуз будет получать 6 тысяч рублей, вуз. Причем, вот такие непопулярные, непрестижные профессии. Тогда я бы хотел, чтобы они параллельно научились, так как я учил уже, сейчас же, кандидата наук, Лену Александровичу Савельевичу, и вторую девушку на тот момент, Матвееву тоже, тогда еще выпуск, еще не выпуск, не с вуза университета, Матвееву. И вот, чему я их учил, это помогает им выжать. То есть, они научились выращивать и продавать саженцы. Поняли, да? Вот ради этого можно потерпеть, зубы на полку. Но тогда получается, что если они будут учиться по стандартной технологии, вот так вот, агротехнология, зоотехника, сколько там воды, сколько там времени потерянное. Я говорю, сидят, геморрой зарабатывают. Вот, а я как говорю, где бы они ни учились, последние года в школе, часть из них, всех до единого, кто вот эти специальности приобретает, вузы, вузы, высшее учебное заведение, каждому отвезти участок, каждому дать лопату, тяпку, прививочный нож, потому что, купить его на 6 тысяч, еще самим тяпку покупать, дайте им участок, сотку 2, дайте, и пусть они по мере ученых выращивают, добиваются первого рожая. И тогда им только давайте диплом о выпуске. Вот это важнейший момент. Теперь скажите, а кто ты такой, чтобы учить всю страну, да еще министров, которые в этом должны, они же министры, лучше разбираться. Но ничего, кроме стандартной агротехники, агрономии, ветеринарии, зоотехники, никто из них ничего не научит, и выпускники, как правило, выходя, ничего не знают, не умеют. Вот. И практически никто потом по профессии не работает. Повторяю, непрестижная, повторяю, малооплачиваемая, и так далее. Вот. Вот что ждет. Все не так, все должно быть не так. Итак, вы скажете, откуда ты взялся такой умный? А вот это мои дети. Почти все мои дети, а остальные дети моих друзей. Давайте посмотрим, чему я их учил. Поехали. Ну, всего лишь вот такие вот смыслливые девчонки, это моя племянница. После этого, значит, с накрашенными губками, после селфи, или как она, после моей вот этой вот фотографии, где она играет роль, как бы сказать, как их называют, я забыл. Модели. Она берет ведро и собирает эту вишню, а я потом продаю вам косточки. То есть, у нее уже двое детей, и она продолжает работать. Работать и работать. В саду. Да, работает этим обыкновенным продавцом, но все равно подрабатывает. Сами знаете наши зарплаты. Вот. Только она же еще раньше будущей девочкой в моем саду. Вот. Теперь обратите внимание на шелковицу. Это красный хутор, а это где-то напрямую метров 300 от меня. Получилась у людей вот такая шелковица. Я эту фотографию использую, чтобы сказать, Ребята, шелковица имеет, я же все превращаю в учебу, шелковица имеет тоненькие-тоненькие кончики веток. И они обязательно обмерзают. А это обмерзание, это та же обрезка. И каждая обрезанная, а не обрезанная, а обмерзшая веточка дает стимуляцию еще трем. Три дает девять, девять дают девять и три, двадцать семь и так далее. И так получается вот такой шар. И избави вас Божия, она же очень капризна, и на пределе вызывания. Почему? Сибирь. И эта шелковица, не дай вам Бог сделать ему штамп, не дай вам Бог поверить тем же выпускницам, тем же, которые, не думая ни о чем, по каждому случаю, а в завущении. Снизу штамп колесить дерево, снизу до метра, а сверху еще чашу сделать, ах, туда не проникает этот самый. Свет, солнце, ах, дерево неправильное. Вот как природа его устроила, как оно приспособилось, так оно должно быть. Идем дальше, но больше будем говорить о детях. Дети должны расти в саду и питаться самыми неотравленными в мире, клянусь Богом, ни капли яду. Вот. Ну, это я привез этот самый черный принц из Украины. Вот он такой у меня получился, веточка превратилась в лады. А это, значит, Барнаул. Это дитя одной из моих самых верных подруг, сподвижниц по садоводству. Ну, а догадайтесь, чей яблочко. Приехала. Вот. На грани зимы. Когда уезжала, валил снег по всей... Засаженцами. Валил снег по всей Сибири. Валил снег. Она умудрилась сделать статью и опубликовать в газете, как она ездила к железу. Поэтому интересно было считать со стороны. Ну, а вот, пожалуйста, вот тебе и это детство счастливое. Это яблоки с моего... Это выросло мое дерево. Там, в Барнауле. А это дочка моего верного сподвижника. Вот. Чернобаева Ленина Дмитриевича. Вот. Удивлять так удивлять. Привет, Синьки. С Салматы. Вот результат. А потом приходит весточка с этого... Откуда он уехал лет 30 или 40, наверное. Приходит весточка с Казахстана. Президент Назарбаев дал команду найти аппорт Аллатинский и вернуть Казахстан. Все, нету. Знаете, такая горькая правда. Я люблю отклиняться. Горькая правда. Я читал такие письма. Прямо мне написано. Непосредственно. А вы знаете, что было? Русские, евреи, украинцы начали покидать Казахстан. Хороший дом продавали по тысяче долларов. Невыносимо жить. Езжает Казах. Настоящий Казах. Народный Казах. Вот. И первым делом вырубает сады. Я ничего... Сад. Купил участок. Я не говорю, что все шли по тысяче долларов. Может, человек преувеличивал, а может, нет. Может, правда, за тысячу долларов особняк продавал садом. А сады якобы вырубали. За что купил, за то продал. Ну, а случайно, что на Зарбаева президент обратился с призывом вернуть Казахстан апорт. Я опубликовал пару этих фильмов, пару статей про этот случай. Вы думаете, что приехали к Чернобаеву по эти веточки выручать и возвращать Казахстан? Нет, конечно. Это только так. На словах мы все герои. Мой Тимошка. Здорово, да. Вот. Это мои друзья. Дочка. Видите? Слева. Этот сам. Это молодой сад посаженный из моих саженцев. Рядом поселок Сезая. Слева Сувенир Востока, справа Абрикос. Ну, как вам? Вот. Сразу два-три года все свое. Все свое сразу. Ну, конечно, не подвел. Конечно, сам выкопал. Сам садил. Друзья. Как еще разочаровать друзей. Вот. Ну, вот. еще одна моя помощница. Видели, как надо поливать? Ну, не удержать ее ведро. А бутылку с водой может. И уже участник процесса. Вот. Это мой сын нас живет. Вот. Вот. Чуть не скал на Украине. Новая Каховка. Вот. Теперь это уже Россия. это уже Россия. Так. И он мне показывает сейчас на данный момент он вам показывает, как я укоренял. Подсказ светлыми бутылками солнце сжигает. Значит, дополнительная работа. делаются рамки. Эти самые коврышки. Сверху тряпка, тень. А я тогда придумал опотемными бутылками. Еще проще. Месяц полтора, потом корни появляются, бутылки снимаются. Ну, чем проще. Даже говорить не о чем. Вот. Это мои внуки. Это мои внуки. Еще это. Вот такие они как бы сказать-то. Это он демонстрирует какие корни у однолетия мазюшка абрикоса. Самое мощное дерево в моем саду. Вот таких дает потомков. Но для этого что надо постараться выкопать правильно. Тимошку ничем не удивить. Сонька привет. Еще один. Сколько умнее их. Привет, Сашка. Это специально сделала для детей такую площадку. Вот такие у меня дети. Песками уже не удивить. малины не удивить. Пока он делает вид, что работает. Но первые навыки уже имеются. Вот это первые навыки. Первые навыки. А вот это вот ребенок живет в саду. Что делает его мама? Что делает его мама? Собирает шелковой я уже договорюсь. Собирает собирает рыбовость. А вот она и черешня, которая не может быть никогда. когда вам предлагает черешню саженца, якобы выросшая в Сибири. Вот выросшие питомники в Сибири. Потребуйте, показали маточный сад. И вам его никогда не покажут. Вот. А это горькое тоже правда. Видите? Неделя меня до ребенка туда не заходит. А это специальная площадка и тренажеры. посмотрите три тренажеры и довольно современные. Но детям это уже не надо. Постоянная картина. Почему-то они не дома сидят. Они выходят на улицу садятся прям на почти ряду с проезжей части. проезжаю как правило 3-4 ребенка и все с телефонами. Все. На этом учитывая что даже сельских детей тоже уже большая часть из них памперсов. Значит из них никогда не вырастут те войны. Памперсов это перегрев яичек, это недоразвитые половые органы, это минимальное количество мужских гормонов, это слабая сила, это интеллект. Гормоны мужских гормонов это не только силы но интеллектула. А потом вот современная Франция. Это придумает такое ЛГБТ как переводится ЛГБТ Л Лесебьянки Г Геи Бай не помню Т трансвеститы вот это вот сочетание они победили показали Олимпиаду вы все видели. Все они выросли в Памперсов включая президенты. Повышенное количество слабых мужчин и геев и они постепенно они активны они всегда как бы второго сорта поэтому где возможно они берут вверх. Так и случилось наской Олимпиаде. Вот то есть если вот дети живут в деревне если дети живут в деревне если вот это вот будет создано 18 тысяч агроклассов вот седних тоже толку будет мало хотя потому что они тоже в Памперсе это горькая правда. Ладно где мы сейчас только были но пускай здесь вот здесь вот здесь и что могу рассказывать что хочу о том пою пока ютуб не закрыли так и буду петь так ну это еще мои дитя и городские детей привожу отсюда городских потому что сельских у нас давно нету летом во время каникул 5-7 человек городских все таки тут бывает зимой никогда никого все за телефонами и перегревают яички в паперсах и это сельские дети которые от городских ничем не отличаются в плане воспитания и в плане возмужания точнее не возмужания а это мои я их не щадю я их не щадю вот эти мои дети они уборку делают беседки даю команду и они сейчас отнесут на костер самые уникальные на всей планете черенки пусть и самые лучшие из них я выбрал вырезал и вам разослал а половину примерно сжег потому что его не выкупили а вот это даже в этих каналах подходах мусоре они ценнее чем все что создано я не буду дальше России говорить все что создано в российских научно-сельских институтах вот в этом мешке более ценны так сложилось для меня это мусор хотя отсюда можно было выбрать соль это таких мешков 10 сжигают так вот там можно было выбрать сотни сотни сироков с уникальными данными с уникальной генетикой вот но лучше ничего не делать чем по новой учиться прививать выращивать супер востоке подвои сибири вот наука ничего не пошла да и моя тоже не пошла горькое право правда костер ну что наговорил опять ничего ладно тогда просто пролистаю вот вот вам и агротехника вот вам и эти идиотские какие ну не идиотские но скажем мягкие неправильные способы формировки вот это я считаю правильно вам все надо плоды ну и хватит издеваться на деревню надо было увеличить вот так сейчас больше эти размер сразу не догадался вот но учеба продолжается все дальше я заканчиваю это просто для полуты картины вот так должны жить дети все благодарю за внимание друзья будем закругляться попробую сюда выйти как сюда здесь то что это такое это у меня такая это как ее назвать такая поливочка я все еще плохо владею компьютером да это щелка где попало лишь бы только попробовать отсюда выбраться нынче отрежем ага выбрался ну ладно давайте тогда прощаться будем нет до свидания спасибо за подравление с днем рождения правда ни одного заказа я не получил на косточке еще не весело до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...